Близится печальная дата для всех жителей бывшего Советского Союза и нынешней России. 22 июня. Очередная годовщина нападения нацистской Германии на СССР. Чтобы оттянуть начало неизбежной войны, Сталин пошел на заключение пакта о ненападении с Гитлером, который был подписан 23 августа 1939 года. Многие западные эксперты, особенно из Восточной Европы, осуждают подписание договора. Они считают, что этот документ разделил Польшу, прибалтийские страны и ряд других территорий между двумя диктаторами. По мнению же главы оппозиционной в современном немецком парламенте партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда, у Сталина просто не было другого выхода, кроме заключения пакта. Это было политически выверенное решение, направленное на выживание государства. Советский лидер купил себе время, чтобы лучше подготовиться к отражению нападения Германии, подчеркнул Гауланд во время дебатов в Бундистаге, посвященном вторжению германского вермахта в СССР 80 лет назад. Политик при этом отметил, что от заключения пакта Молотова Риббентропа пострадала Польша. При этом Александр Гауланд возложил на Варшаву часть вины за этот договор, поскольку поляки не захотели в свое время пропустить советские войска через свою территорию.